Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. На этот раз новость касается вопроса учета затрат на уплату страховых взносов, учет, соответственно, по налогу на прибыль. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. А именно Минфин России рассмотрел ситуацию, когда выплаты, которые были обложены страховым взносом, соответственно, эти выплаты нельзя отнести на расходы по налогу на прибыль. И возник тогда вопрос, а можно ли страховые взносы, которые уплачены с этих выплат, относить на расходы по налогу на прибыль. Так вот, Минфин России указывает на то, что каких-либо препятствий для отнесения соответствующих затрат на расходы в главе 25 НК РФ не предусмотрено. Иначе говоря, налогоплательщик может спокойно относить затраты на уплату страховых взносов, на расходы по налогу на прибыль. Минфин указывает, что это надо делать в соответствии со статьей 264 НК РФ. Ну, в общем, логика Минфина понятна и последовательна. В принципе, позиция Минфина достаточно часто бывает, ну, в письмах выражается в том, что в том случае, если какие-то расходы налогоплательщика обусловлены положениями законодательства, то в этом случае фактически автоматически эти расходы являются обоснованными и подлежат учету по налогу на прибыль. Здесь я, кстати, отмечу, что, в общем, данное письмо, это письмо, скажем так, повторяет позиции, которые были выражены и ранее в других письмах Минфина. Но в настоящий момент это письмо достаточно актуально, например, применительно к вопросу о золотых парашютах. Ну, я думаю, многие знают, что сейчас достаточно активно идут дела по рассмотрению обоснованности отнесения на расходы сумм так называемых золотых парашютов. Так вот, даже в том случае, если налогоплательщик проигрывает соответствующие дела, но при этом налогоплательщик облагал соответствующие суммы выплат страховыми взносами, то в соответствии с данным письмом он может спокойно относить затраты на уплату страховых взносов на расходы. В любом случае, налогоплательщикам следует учитывать данное письмо и применять его в своей деятельности. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok